Всем доброго времени суток, с вами канал BeautyFallLady, и сегодня я хотела бы вам показать еще один альбом для коллекционирования, но уже по фильму, довольно-таки новому, 2015 года выпуска. В июне он выходил, Мир Юрского периода или Парк Юрского периода, но вообще в оригинале Мир Юрского периода. От Панини, 2015, как я уже сказала. Выходил он вместе, параллельно с выходом фильма. Блин, опять эта тень дурацкая. И давайте приступим. Он довольно-таки короткий и довольно-таки интересный. Здесь, как всегда, как можно собрать, если не хватает. Ой, солнце, зайди, пожалуйста, обратно. Я комментировать не буду подробно, потому что здесь я и думаю, и так все видно. Отлично. Карта. Парка. Трецератопс. Поэтому я не люблю эту тему. Потому что очень часто название просто нельзя выговорить. Здесь существует, насколько я помню, простые. Вот такие вот. То есть, волнами. Затем обычные, вот эти тоже, ну, как блестящие, но с этой штучкой. То есть, вот такие, такие блестящие. То есть, собирание, он довольно-таки сложноват и затратен в материальном плане. Поэтому лучше покупать сразу с заполненным альбомом, я честно скажу. Вот кто будет или кто-то, если впервые об этом узнает и хочет прям пособирать, потому что реально здесь информация есть о динозаврах. Ну, а с другой стороны, можно просто посмотреть мой обзор и все. Да, зеркальные такие вот еще наклейки. Еще один вид. Я даже не буду вот такие вот стекляшки. Креса Терекса. Если вы слышите моего попуга, он вообще в другой комнате, и он орет, как всегда. Потому что у него не хватает общения, видите ли. Стекозавр. Ну, это легкое название. Это я выговорю. Ух ты ж. 20 тысяч килограммов. Не слабо. Трецератопс. По-моему, контурного здесь нету. Если я правильно помню. Раптора. Кстати, понравился ли вам этот фильм? Или нет? Пишите об этом в комментариях. Я извиняюсь, но вы знаете, когда я собираюсь снимать видео, всегда солнце это дурацкое. Оно мне так надоело, если честно. Птеран... Птеранодон... Птеранодон. Птеранодон, наверное. Уж простите, но в таких названиях я не сильна. Не мой профиль, к сожалению. Ну, вот, на мой взгляд, фильм довольно-таки интересный. Мне понравился. Я... Так, я его... Блин, а я не помню, я в кино на него ходила. По-моему, я его в кино... Да, в кинотеатре смотрела впервые. В 3D это было, если я не ошибаюсь. Довольно-таки захватывающий. Ну, это наш Indominus Rex. Это я помню. О, здесь он шикарный. Прям, ух ты ж. Зато солнце позволяет продемонстрировать весь эффект специальных наклеек блестящих. Есть и свои плюсы, оказывается. Вчера, кстати, 21 июня был. Солнце в состоянии летнее. Самый длинный день. Хотя не особо заметно, что он самый длинный был. Классные эффекты. И последнее. Ну, мы надеемся, тебе понравилось приключение в парке. Мир юрского периода. Ну да, я немного вам неправильно сказала вначале. Printed in Italy by Panini S.P.A. Modena. И плакатик. Плакат довольно-таки интересный. И такой... С-образный. 3D-наклейки. Еще один вид. Давайте я вам продемонстрирую. Так. Скажем. Короче. Раньше вот календарики такие были. В 90-х годах. Сейчас их редко можно встретить. И вот с таким же эффектом и наклейки. А, во. Наконец-то. Ну, здесь этот индоминус. Везде. Вот. Сам индоминус. Точнее, это она. Она. Я извиняюсь. Это же самка. И на этом телемназавр Рекс. Да, здесь не особо подчастая была. Здесь ничего нет. И здесь такая же в точности надпись. Это был обзор очередного коллекционного альбома от Панине. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Как вам фильм? Как альбом? Понравился или нет? Есть ли он у вас такой же? Имеется в коллекции? Нет ли? Интересно будет почитать. Потому что фильм реально достаточно сильный в то время вышел. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, успехов, добра. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всех люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok